так здравствуйте дорогие зрители вот я беседую с двумя философами Дмитрий Геннадьевич Круглых автор канала философское мнение и Елена Борисовна Бояршина тоже философ она и вот сейчас разговор будет не философский насколько я понимаю а Дмитрий Геннадьевич еще любит две темы это одна тема Азербайджан а вторая тема это Япония и он умеет писать иероглифы даже учит учит своих зрителей в ютубе писать иероглифы и вот он сегодня нам про них расскажет я подобрал перед этим в интернете просто два как можно более как корявых кракозябрых иероглифа их поместил их на аватарку Дмитрий Геннадьевич даже прочитал что это значит и даже объяснил что это значит жизнь и крыса или белка ну там сначала плоды дерева и крыса и знаете это означает что это белка девочка да а Дмитрий Геннадьевич показывает это что набор я скажу что Дмитрий Геннадьевич можно записаться на уроки японского языка и не только японского вдруг вам интересна философия члене философских текстов но тут вот так сказать Дмитрий Геннадьевич японской реинкарнации и сказать про второе если вдруг я исчезла из кадра это просто потому что мне надо бежать у меня время поджимает вообще я очень ждала вот эту лекцию но вот со временем у меня не очень хорошо поэтому Дмитрий Геннадьевич прошу начальника из министерства который приходит на президиум академии наук то есть говорят ну вот потом потом вопросы сейчас вот у нас и выступит наш представитель министерство и ему надо идти и вот представитель министерства говорит там что-то такие казенные слова решила рассказать вообще как функционирует сам по себе японский язык потому что японский язык он достаточно уникален то есть если мы посмотрим на китайский язык то там в китайском языке только одни иероглифы в корейском языке там есть чуть-чуть иероглифов из китайского языка но также есть и буквы то ли там есть азбука который называется хангыль а вот здесь у нас как раз японская письменность которая была заимствована из китая обязательно через некоторое время покажу но скажем так такими вот мифическими действиями она превратилась а буквы то есть все иероглифы они начали обозначать звук и начали превращаться в буквы и так появилась первая японская азбука надо сказать что в японском языке помимо иероглифов и помимо а до одной азбуки которая называется хирогана есть еще 2 азбука катакана на которой преимущественно пишутся слова на иностранном языке так вообще как работает эта азбука потому что как по мне она жутко удобно и вот максим максимально удобно она выглядит как некоторая такая матричная система то есть у нас мы видим здесь буковка к здесь буковка а дальше они пересекаются и получается соответственно к здесь у нас есть ряд который но что самое интересное японцы это тоже придумали не сами они это заимствовали из санскрита то есть вот этот порядок а это санскритский порядок вообще азбуки девангари да который вот санскрите и так как это азбука произошла от иероглифов то она пишется соответственно слева направо сверху вниз то есть у них есть определенные обязательный порядок написание это вот всегда будет это всегда очень очень важно да есть некоторые скажем так особенности в написании но целом как она здесь написано так мы его читать и будем то есть вот этот вот ряд а-и-у-э-о ка-ки-ку-ке-ко ну и так далее дальше к этим значкам это очень тоже удобно можно подставлять две такие черточки сверху сейчас кстати да их нарисую прямо здесь вот сюда вот если поставить две вот такие вот черточки они будут называться не горе эти вот черточки да не горе они будут превращать они будут озвончать звук и например к превращается в га-ки-ги ну и так далее ку-гу-кэ-гэ ну и прочее и точно так же эти до написание этих букв она может из ну скажем так на письме чуть-чуть изменяться то есть например вот это вот пишется без вот этой вот то есть пузико прописывается не полностью можно просто так вот так вот это пузико у буковки ки подчеркнуть вот и таким образом собственно говоря работает эта азбука и как она пишется так она читается за исключением наверное двух только буковок это х иногда когда она как именительный падеж она будет читаться как в и еще вот здесь мы видим некоторые такие очень интересные остатки это буковка вии и в на самом деле сейчас они не употребляются в японском языке потому что это из старояпонского я тут кстати как-то открыл учебник по старояпонскому вот это вот была жесть потому что все как то есть сейчас читать гораздо легче то есть раньше были такие правила что многие звуки да они писались одним способом а записывались другим вот и там прочитать это достаточно сложно и достаточно проблематично то есть для того чтобы прочитать классический японский язык то есть тебе надо знать современный японский язык и при этом достаточно хорошо а точно так же кроме как не горе вот этих вот двух таких палочек когда замечательных есть еще есть палочки да вот здесь такой кружочек который может прибавляться к ряду ха-ки-фу-хэ-хо кстати тоже обратите внимание давайте быстренько пробежимся а и у-э-о ка-ки-ку-кэ-ко здесь пока все все в порядке а здесь я вот туповатая а где вот это как вы бегаете сверху сверху вниз да справа 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 налево сверху вниз то есть первое то есть вот это а ка-са или как вот то есть и кстати на самом деле здесь тоже очень прикольно потому что и похоже на русскую буковку и очень легко запоминается просто у нее как будто бы ее немножко вот на части средняя часть просто пропала теперь са-ши-су-сэ-со вот по буду ши я уверен что обязательно найдутся и на вашем канале люди которые будут писать не ши аси надо правильно говорить но тогда было бы гейся суси и так далее это проблема в том что во времена николая второго это еще было то есть во времена николая была так был такой ученый который звали поливанов то он как поставил что обязательно должно быть си са-си-су-сэ-со так соответственно она и сохранилась вот до современного до современного момента но проблема в том что в японии за исключением наверное северных регионов это звук никто не произносит как си то есть это звук который что-то среднее между ш и с вот то есть он на самом деле вот такой тон здесь отличается та же самая история с буковкой ч та-чи-цу-те-то на-ни-ну-не-но кстати от ряда на на у нас вообще ничего не образуется это тоже очень удобно а вот от ряда х как раз образуется то есть если мы добавим не горе то получится у нас ба-би-бу-бэ-бо а если мы добавим вот этот кружочек то получится па-пи-пу-пэ-по вот обратите внимание смотрите ха-хи-фу-хэ-хо да это называется найдите здесь лишнее и казалось бы вот эта вот буковка фу она здесь лишнее очень странно странно представить на самом деле как раз таки наоборот что буковки ха-хи-хэ-хо они все пришли на самом деле изначально это был ряд как фа-фи-фу-фэ-фо просто там под воздействием долгих таких процессов да ну вот он был возможен его прочтение как именно через фэ ну и дальше маме му-мэ-мо от маме му-мэ-мо тоже ничего не образуется дальше теперь обратите внимание у нас есть гласные отдельные это я ю и я теперь да вот что у нас было до этого то есть а и у это на самом деле простые ну я не знаю если такой такой термин в филологии я думаю как-то может быть по-другому называется а но здесь дело в том что они состоят из одной классный что такое я это и и а ю это и и и йо это е и о поэтому он выделен собственно говоря отдельно а дальше вот по поводу рари и ру-ре-ро это вообще отдельная такая песня потому что японцы не различают звуков р и л на слух вообще то есть тем японцам которые пытаются изучать русский язык им слова рак и лак звучат на слух одинаково то есть им приходится очень долго тренироваться тренироваться для того чтобы это вообще как-то прочитать а точнее услышать эту разницу именно поэтому этот звук он произносится он что-то среднее между р и л но весь прикол в том что если мы даже будем рычать да прям как при привыкли в русском языке то здесь будет то есть для японцев это не будет какой какой-то проблемой это не будет какой-то большой и услышат то что надо дальше у нас остается ва и о да вот это вот еще одно о это уже пережитки из старояпонского языка которые собственно говоря выжили после множества реформ то есть они там была реформа сороковых годов реформа восьмидесятых годов и например реформа сороковых ну точнее сорок седьмого сорок восьмого года по-моему то есть сорок шестого в общем вторая половина сороковых годов после сорок пятого года американская армия решила ну как бы американское правительство решила им чтобы они писали латиницей и они провели среди населения опрос по которому решили выявить то есть японцы реально так хорошо знают иероглифы или же все таки вот легче перейти на латиницу и как казалось да японцы очень хорошо знали иероглифы то есть там например даже какая-нибудь бабушка в деревне которая не знала письменности но свое имя на иероглифах она могла написать она знала как оно пишется а вот поэтому это основа да вторая азбука катакана да вот эти вот знаки вообще изначально обратите внимание они все очень мягкие они очень плавные потому что это на самом деле знаки женской руки их еще называли травяные знаки а в свое время в японии запрещалось женщинам описать иероглифы но потому что и женщина женщинам хотелось писать и романы в том числе и так далее поэтому они начали придумать свою ну вот некоторую такую альтернативную письменность и раньше на один такой знак приходилось а что могло приходиться аж до пяти знаков то есть вот такая вот история потом это унифицировали а вот если вы посмотрите на катакану я вам обязательно ее тоже сегодня покажу она наоборот такая твердая такая вот очень жесткая в каждом своем моменте а вот и теперь давайте да я делаю очистить все рисунки и и я вам включу другую демонстрацию сейчас я включу другой рисунок да вот это видно как раз видно же да здесь очень плохо ну ладно да я кстати не подумал что оно так будет плохо да к сожалению вот здесь но здесь можно здесь только видно промежуточные не думал что он так будет видим не в том формате сохранилась но неважно а это промежуточные как раз образы как она выглядела то есть вот это вот от чего произошло а это чего произошло и это чего произошло у то есть как они собственно говоря упрощались и вот здесь вот этот процесс его можно увидеть то есть это вот упрощенные некоторые такие знаки которые у нас есть и их эти мало да и вот некоторую этимологию можно таким образом проследить вот а сейчас я хотел бы вам показать именно как работают вообще иероглифы потому что очень многие люди их боятся прям очень-очень сильно я покажу чем они реально страшны в чем их надо бояться в чем их наоборот бояться не надо так сейчас я открою нужную страницу да начнем с самых наверное простых вот иероглифов что они обозначают как они вообще выглядят и так далее так и поменьше сейчас сделаю и так так это не то сейчас новая демонстрация вот да вот теперь смотрите самое простое вот у нас спросите а сколько всего у них этих иероглифов слушайте вообще их около пяти тысяч то есть из них активно и то есть пять тысяч это прямо вообще для словаря активно используются ну и для журналов в два раза меньше то есть примерно две пятьсот но чтобы свободно читать чтобы свободно в принципе читать многие вещи нужно примерно две сто иероглифов при этом будет очень большая большая проблема потому что а что значит знать иероглиф тут происходит несколько проблем потому что да иногда случаются такие казусы то есть ты например прочитать иероглиф можешь но не знаешь его значения а то есть типа там иероглиф там гора плюс иероглиф дерева это иероглиф лес но ты можешь прочитать но не знаешь что это лес вот так иногда это работает в обратную сторону то есть ты знаешь что это значат это видишь но не можешь прочитать еще одна проблема ты можешь визуальный иероглиф помнить Но ты его не можешь написать. И это, кстати, проблема. Это не только для тех, кто изучает язык. Это проблема еще и для японцев. То есть если посмотреть на ютубе, сколько вообще роликов про то, как японцы тупят какие-то реальные иероглифы. И это на самом деле проблема, потому что ты его визуально помнишь. Это очень странное ощущение. Это написание, да, как вот танец. Они пишут своими буквами. Почему? А на самом деле, потому что это неудобно. Вот я сейчас покажу, как выглядит примерно предложение сейчас. Вот как раз типичное предложение. Вот обратите внимание. Например, здесь написано. Приведи по-разному. Одиннадцатая строка? Да, да, да. Одиннадцатая строка. Ага, все верно. Борис Сергеевич уже умеет читать. Мы сейчас как раз поговорим про... Умеет читать. Вот видите, да, чудеса занятий со мной. Значит, смотрите, что здесь происходит. То есть, часть здесь записывается иероглифами. То есть, вообще, по-хорошему, здесь иероглифами должно быть записано вот это. Вот это вот записано иероглифами. А вот это вот должно быть записано иероглифами. И вот это должно быть записано иероглифом. Значит, что у нас остается, что не иероглифы? Это грамматические показатели. То есть, иероглифы в основном показывают основу слова. А грамматические всякие вещи, именно для этого и нужна азбука. Иногда японцы сами, вот как здесь, видите, хороший пример, они сверху подписывают. То есть, когда ты не знаешь, как прочитать иероглифы, и очень часто, например, это можно встретить в японской литературе, да, как манго, например. Например, в современной японской литературе, например, у них там есть слово «реальность». Например, да, двумя иероглифами записывается. Это мой один из самых любимых примеров. А сверху подписано катаканой как «риаро». То есть, что эти иероглифы должны читаться как «риаро». То есть, мы видим еще и современный процесс вообще изменения японского языка. В японском языке очень много слов иностранного, да, заимствования и так далее. Вот, поэтому, значит, здесь вот эта вот история как раз будет, да. То есть, вот по-хорошему вот это вот все можно, нужно было, да, записать иероглифами. Да, но так как это учебник, то здесь основные просто какие-то вещи, да, здесь просто обсуждаются основные вещи. Так вот, смотрите, что здесь еще происходит. То есть, нам азбука нужна для грамматических каких-то вещей. И это на самом деле настолько удобно. То есть, если, например, в китайском языке ты сразу видишь слова, которые они там пишут, то в японском это, ну, не всегда так очевидно, и это приводило бы к путанице. И здесь это удобно. То же самое, как, например, корейцы, насколько мне известно, они пишут без пробелов. И мне это абсолютно неудобно читать. То есть, вот здесь они еще поступают по-божески. То есть, они здесь пишут, потому что, еще раз повторюсь, это учебник. На самом деле, по-хорошему, японцы пишут без пробелов. И когда это без пробелов, вот такой стиль письма, он самый удобный. Поэтому это даже в некотором плане удобнее, чем корейский язык. То есть, да, корейский вы его всегда сможете прочитать. Вот, но не всегда понять смысл. Японский не всегда прочитаете, да, но вот смысл попробовать догадаться вообще можно. Это то, что касается вот этих вот аспектов. Дальше. Вот здесь я как раз хотел показать. Здесь тоже можете увидеть как раз вот эти знаки катаканы. Видите, они уже более такие твердые. Вот у них есть вот первый, да, у нас вообще знак похож на ножик такой. Это знак на. Обратите внимание, да, например, на, я извиняюсь, что я криво очень буду писать, потому что здесь на компьютере пишу. Вот, но все равно, вот какое-нибудь на, оно все равно мягкое, да, из хирогана, оно вот какое-то вот такое, с завитушками. Здесь на, оно вот такое идет. Вот таким вот макаром. Соответственно, здесь, да, и мы сразу видим на и рукаву. На и рукаву это, да, река Нил. Вот, соответственно, вот как раз оно здесь и используется. Так, дальше. Теперь я хотел показать, почему иероглифов вообще вот в этом плане бояться не стоит, особенно на начальном каком-то этапе, потому что на самом деле все очень легко и просто, если мы сравниваем это с картинками. Гора, гора. Немножко, да, она более такая квадрачная, но это вот она гора, похожа на гору, все хорошо. Река тоже похожа на гору, вот она, в принципе, так и выглядит, река. Дальше поле. Вообще, один в один японское, вот такое вот прекрасное, замечательное поле, которое вот на сегменты распределено. Дальше, изображение Солнца, да, вот с изображением Солнца уже тоже чуть-чуть сложнее, но посмотрите, да, какой процесс здесь произошел. Можете вспомнить из, да, каких-нибудь алхимических текстов, например, даже европейских, как изображалось Солнце, да, то есть оно изображалось вот как, соответственно, кружочек и там точечка внутри. А теперь, так, 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 сейчас, а теперь здесь у нас происходит следующее, то есть вот представьте, да, это еще произошло в китайском языке, поэтому японцы уже просто заимствовали. Через какое-то время оно вот, видимо, стало вот таким, а потом, соответственно, стало вот таким вот. Вот, то есть оно просто оквадратнилось, да, и то есть это слово оквадратнилось. Ну, в общем, вы меня поняли. Вот, соответственно, вот здесь вы можете увидеть два вида, ну, то есть здесь больше видов прочтения. Вот здесь как раз самая проблема японских иероглифов. Вы можете, давайте я вот по предыдущим тоже покажу, вы можете, например, запомнить иероглиф, но теперь, что мы здесь видим? Здесь аж два вида прочтения, то есть это кава и сэн. Значит, вот верхняя, это читается как кава, нижняя как сэн. Соответственно, кава, оно употребляется само по себе, а сэн, оно употребляется в словах китайского происхождения. Ого! Да, то есть те... Это вот какой, второй или третий? Вот я имею в виду, сейчас я покажу, тоже обозначу, вот здесь вот оно, то, что вот здесь вот подписано. Да, вот вы обводите вот эти, да, чтобы... Да, 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 я буду обводить, ага. Вот, и смотрите, то есть само по себе, когда мы хотим сказать слово река, мы говорим кава. Вот оно. Самое по себе и, в принципе, хорошо. Будет, например, Ямакава, то есть потому, что это японская фамилия. Кстати, они здесь не сделали, например, будет слово... Давайте такое вот представлю. По-моему, оно там озвончается немножко. Да, не очень удачный пример выбрал. Да, давайте вот с предыдущим. Скажу как раз, оно там будет чуть-чуть более понятно. Смотрите, да, вот у нас есть Яма и, соответственно, Сан. Это не тот Сан, который вежливый суффикс, ни в коем случае, да. То есть теперь самое прикольное, что никакой горы Фуджияма в Японии нет. Это гора Фуджи-Сан. То есть вот Сан как раз вот оно здесь записывается. То есть вот мы здесь имеем, потому что это слово читается как... То есть там на самом деле будет много иероглифов или как вот вы здесь увидите Тодзан. Да, то есть вот первый иероглиф ТО – это сбираться. А Сан – это, соответственно, гора. То есть здесь идет озвончение. И Тодзан – это вот у нас, когда мы забираемся на гору. Теперь, то есть вот история как раз именно такая. Когда мы хотим самостоятельно сказать, что у нас там Яма, например, то мы говорим просто Яма. Тогда будет читаться таким образом. При этом иногда происходит такое, что слово может читаться сразу несколькими способами, потому что там на самом деле может быть еще больше прочтений. Но вот конкретно, когда мы говорим про слово, а не про иероглиф. То есть у слова может быть несколько прочтений, потому что оно идет, скажем так, в разных смысловых позициях. То есть, например... Да, так, это лучше сейчас... Да, смотрите, вот когда слово... То есть там, например, могут быть в зависимости от контекста, слово будет читаться по-другому. Ну, и теперь, то есть более-менее понятно, почему два прочтения, да? То есть они называются верхнее и нижнее прочтение. Верхнее – это, соответственно, японское, да? Нижнее – это у нас будет китайское прочтение. Ну, и здесь становится понятно, да, что японцы такие вежливые, что когда заимствовали иероглифы, они еще и брали китайское прочтение. Ну, потому что это модно, популярно и так далее. А вот теперь представьте, ну, да, где-то китайская письменность появляется в Японии, ну, плюс-минус веке во втором, ну, по крайней мере, начиная туда проникать. Прямо окончательно она, начиная, да, японская аристократия, ей писать века с пятого по восьмой. Ну, вот восьмой – это прям пик уже японской такой, начало пика японской литературы, это эпоха Хэян. И вот, а потом уже с восьмого века, да, до, ну, как минимум, шестнадцатого века прошло восемь веков. Японцы каждый раз туда приезжали, в Китай, такие, о, а сейчас модно-то такое прочтение этого иероглифа. И вот теперь получилась следующая неприятная вещь, что они, фактически, японцы, все это сохранили. Причем сохранили очень криво, косо, как они это услышали, но, по крайней мере, сохранили. Так, из интересного, что прям можно, вот, по крайней мере, вот по этим, да, вот представьте, вот, например, вот этот хи, да, это огонь. Костер вот такой вот, который у нас есть. И смотрите, что у нас здесь есть. Например, есть такое слово, как Кадзан, то есть огонь и, соответственно, гора. Вместе мы получаем, вот он здесь, сейчас покажу его, вот, вот он здесь, это как раз вулкан, то есть горящая гора. Вот, да, дальше. Что еще у нас здесь надо сказать? То есть вот иероглифы, они работают именно таким образом. И вот эти, так, 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 сейчас. Да, есть еще, например, сейчас я уберу комментарии. Вот, еще есть, например, иероглиф воды, то есть мидзу и суй. Кстати, вот по поводу суй тоже достаточно интересно, потому что это явно история, которая пришла то ли в Китай, ну, вы это слово знаете из слова фэн-шуй. Не уверен, что я правильно на китайском это произношу, но на русском сойдет. А шуй – это как раз вода, а фэн – это ветер. А. Да, а теперь, если посмотреть, вот дальше моя любимая история, потому что, если мы обратим внимание, как в азербайджанском будет вода, то это будет су. Скорее всего, вот это вот слово, оно как-то распространялось по шелковому пути. И вот таким вот образом, да, потому что Азербайджан, он же был связан с Китаем тесно через Азербайджан, раньше пролегал шелковый путь. Поэтому здесь вот эти вот истории, они как раз тоже можно найти вот такую связочку. Теперь с вещами, которые не очень очевидны, но тем не менее, например, есть иероглиф дерева. Вот сначала кажется, что вообще не похоже, да, потом вот мы понимаем, что вот сюда вот мы можем вписать вот такую вот фигню. А потом эта фигня произошла следующим образом, что она тоже стала квадратной. И вот, соответственно, ее вот эта вот верхняя часть, она распрямилась, а корни ушли наверх вот сюда вот. Дальше очень интересный момент, что когда появляется другой иероглиф, как основа, основание для чего-то главный или книга, этот иероглиф будет следующий, он будет выглядеть вот так. То есть он будет просто с подчеркнутым вот этим вот элементом. Надо сказать, что кроме китайских иероглифов есть еще и японские иероглифы. То есть что такое японские иероглифы? Это иероглифы, которые придумали сами японцы на основании китайских иероглифов. Таких на самом деле не очень много, но периодически они встречаются. То есть вот такая вот история, которая с этим связана, она здесь есть. И дальше точно так же, как и в любой астрологии, да, здесь на самом деле вот еще в этом учебнике завязана определенная астрология, магия, мистика и так далее, да, у нас, как и в европейских странах. То есть каждый день недели он уподавляется какой-то планете. В Японии, пришедшей из Китая системы, точно так же какая-то планета была связана с каким-то алхимическим элементом. Поэтому у нас дни недели будут следующим образом, вот они как раз, да, то есть, например, Ничи Йоби, да, это день солнца. Ге Цу Йоби, это день луны. Ка Йоби, это день вторника. И вот обратите внимание по поводу того же самого Ничи Йоби, это такое слово-исключение, потому что два одинаковых иероглифа в одном слове, но они читаются по-разному. То есть первый читается как Ничи, а второй как Йоби, то есть Ничи Йоби. Не то, чтобы у нас, людей, учивших английский, непонятное чтение одних и чех же слов в разных ситуациях пугало. Да, 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 вот, соответственно, дальше, да, вторник – это день огня, среда – это день воды, четверг – это день как раз дерева, ну и так далее, то есть это вот с этим связано. Ну а дальше мое самое-самое любимое, самое простое – это числа, потому что до трех тут вообще все просто, это один, два и три черточки, соответственно, то есть которые обозначают как раз, которые обозначают числа. Ну там уже начиная после четырех уже будет чуть-чуть сложнее. Ну и вообще надо сказать, что у японцев есть точно такая же проблема, есть китайский счет и есть японский счет. Японским счетом мы считаем абстрактные числительные от одного до десяти, а на китайском счете все остальное. Вот, при этом с числительными в японском языке будет следующая история, потому что в японском языке числительные в японском языке каждый имеет свой счетный суффикс. То есть, например, что-то в штуках, мы будем считать в штуках, что-то, например, мое самое любимое, вот я помню, как меня Елена Борисовна один раз спрашивала по поводу, если я подпилила. То есть, по-разному в японском языке считаются предметы мебели на ножках и без ножек. Елена Борисовна спрашивает меня, а если я подпилила у мебели ножки? Я вот сейчас уже думаю, что в этом случае это будет считаться как мебель без ножек. Более того, у них есть теологические споры всякого разного рода, например, а в чем считать ангелов? Вы думали, что в Европе схоластика какая-то существует? Сколько ангелов может усесться на кончике мира? Есть ножки или нет, да. Вот, а тут все гораздо интереснее. В чем считать ангелов? В людях или в столбах? На этой фразе, я прошу прощения, я вас покину, но я в восторге, благодарю, спасибо. Вот, поэтому здесь на самом деле вот такая вот история. И вот таким вот образом, собственно, если мы попытаемся на это взглянуть, то, по крайней мере, для меня японская письменность, она выглядит максимально понятной, и максимально, да, ее не всегда легко запомнить, но это читабельно в принципе. То есть это, в принципе, можно понять и можно усвоить. Вот, наверное, то, что я как раз тоже сегодня хотел рассказать. Я, кстати, думаю, что если вы будете не против, мы можем снять отдельную скандальную передачу, мне это в голову сейчас пришло, что азербайджанские и японские языки – это один и тот же язык. Да что вы говорите? Ну, давайте прямо сейчас снимем. Ну, смотрите, да, мне на самом деле тоже, наверное, уже, да, просто, да, мне уже тоже надо бежать, вот. Поэтому, да, я вот, наверное, уже тоже буду заканчивать, но, собственно говоря, если, да, у кого-то будут, у ваших подписчиков какие-то вопросы, комментарии, то пусть обязательно пишут, могут писать мне в чатах, которые у меня есть по японскому языку и японской культуре, поэтому, что называется, welcome. Так, а, кстати говоря, значит, в силу того, что азербайджанский – это тюркский язык, значит, и японский язык тоже тюрк… Есть, да, 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 есть такая теория, японцы во своих учебниках, они это пишут чаще всего в сносках, то есть они говорят, что японский язык может относиться, и что есть теория, что японский язык относится к алтайско-рюкской группе языков. То есть там в чем интересная особенность, потому что японский… То есть все-таки не к тюркской группе, не к тюркской. Ну, тюркская группа, смотрите… А он в той же группе относится, к которой монгольский относится, я так понимаю, да? Вот про монгольский я могу… Я вот по поводу монгольского конкретно я не уверен. Здесь, да, опять же, я могу говорить про те вещи, в которых только уверен. То есть что есть, да, откуда вообще пришли тюрки, то есть это Казахстан, это Узбекистан, вот, и в том числе Азербайджан. Умение, да, Тюркестан. Вот, то это как раз из… То есть вот это вот алтайское происхождение. И если одна из версий есть о том, что японцы – это тоже… Есть версия о том, что японцы же – это не коренное население Японии. Да, да, они туда коренной, там Айны были. Да, да, ну, они сейчас есть, они, правда, в очень малом количестве. Ты там, да, но они тоже… Из Загна на Жакожай, там где-то живут на Хоккайдо. Да, 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 они есть, они на самом деле интегрируются очень активно в японское общество. Кстати, есть очень много японских сайтов, где они поддерживают распространение айнского языка, где они, например, там собирают айнские сказки и так далее. Потому что айнская культура, она очень сильно отличается от японской. Вот, а японская культура, она вот в этом плане интересна, потому что грамматическая, да, вот если со словом «суй» все понятно, что это вот из Китая пришло, что это, видимо, каким-то образом переходило по шелковому пути. То есть мы это можем себе представить, то здесь очень важно понимать, что структура предложения азербайджанского и японского, она, в принципе, очень схожа. То есть именно по самой структуре языка, то есть когда мы глагол запихиваем в самое окончание, когда вместо падежей у нас есть частицы. То есть падежи и частицы – это, в принципе, одно и то же. Вот, я тут долго очень пытался посчитать, сколько же падежей в японском языке. И, кстати, это тоже такой очень интересный факт, ну, потому что обычно говорят, да, там вот в этом языке столько-то падежей, в этом-то столько-то падежей, и все хорошо. А в японском насчитывается от 10 до 15 падежей. Потому что не все филологи согласны с тем, что это там что-то является падежом. То есть кто-то рассматривает какие-то вещи как предлог, кто-то рассматривает эти вещи. Поэтому там варьируется число от 10 до 15, поэтому, как говорится, это не точно. Но если мы посмотрим, в азербайджанском языке оно работает ровно таким же образом. Времена будут, да, очень сильно отличаться, потому что в японском всего лишь, ну, давайте так, два времени для упрощения. Это прошедшее время и настоящее будущее время. Вот. А будущее это или настоящее, это надо понять из контекста. Вот. Поэтому, да, эти языки, они пошли собственным абсолютно разным путем. Но я думаю, что у них так или иначе есть какие-то общие корни. Вот. Потому что это, в принципе, прослеживается. И исторически это вот, если мы принимаем определенные теории, то это, в принципе, можно принять. А азербайджанский-то на другие тюркские языки похож? Ну, конечно, да. И на... Японский и на китайский только заимствованные слова похожи? Смотрите, да, там есть заимствованные из китайского, при этом они звучат так, что они на китайский язык вообще не похожи. Это во-первых. Во-вторых, то, что в китайском, насколько мне известно, там грамматически достаточно свободная структура предложения. То есть точно так же, как и в русском языке. То есть в русском языке, в принципе, можно определенный порядок слов не соблюдать, но при этом будут появляться разные смыслы, разные фактически такие ударения. Японский язык, он в этом плане менее пластичный. То есть там для всего есть свое место. И глагол обязательно будет идти в самом конце. То есть это прям как... Если неправильно скажешь, это не поймут или поймут, но скажут им, из какой глуши ты приехал. Да, ну то есть это, да, то есть это может быть и поймут, но, скажем так, это будет... То есть опять же, да, я в этом плане не носитель, я не могу сказать, как они это на слух, понятное дело, воспримут. Это будет резать ухо, да? Но это в любом случае, то есть это будет странно. И как бы, опять же, да, с японским ты никогда не можешь переводить прям вот слово в слово, потому что там какое-то, да, все будет зависеть от глагола в конце, он будет, соответственно, да или нет. Ну, точно так же, как, например, в немецком, там надо все-таки дослужить до конца предложения, чтобы понять, там есть слово, да, nicht или нет. Вот, а не переводить сразу. Вот, поэтому вот здесь история, которая связана с глаголом вообще вот то, что оно идет в самый-самый конец. Там есть вот эти вот, например, какие-нибудь разные писатели, как, например, Морио Гай, толстовскими вот такими предложениями пишут вообще до невозможности. То есть я его пытался начать читать, давно это, правда, было, сейчас, может быть, уже по-другому, немножко будет легче читать, но он прям толстовскими такими вот предложениями пишет. О том, да, как император передвигается, как Сакура от одной части Японии к другой и так далее. Там все очень красиво и замечательно, но это вот большими такими предложениями. И, естественно, что, ну, даже в больших предложениях, то есть всегда, например, здесь тоже будет такая проблема, потому что не всегда видно, что к чему относятся. То есть только посмотрев в конец предложения, можно понять, о чем все предложение целиком. То есть нельзя читать, вот, скажем так, просто по порядку идти, и точно будет понятен смысл. То есть всегда смотришь на все предложение целиком, потом уже начинаешь разбирать, какие части к чему относятся, потому что иногда это бывает очень сложно. Допустим, всякие причастные обороты, чаще всего это связано с причастными оборотами, которые просто записываются глаголами, вот, а у нас они будут переводиться как причастие. Вот. И вот это вот гигантское предложение, которыми пишет тот писатель, японский Лев Толстой, а их тоже надо дочитать до конца, чтобы понять. Естественно, да. Это все надо держать в голове, и потом он переосмысливает, когда он дошел. Да, да, да. Но это вот Морио Гай, это такая вот прям классическая литература. Литература, сейчас литература на японском языке, она гораздо проще. Это в какой же эпохе этот писатель? Это у нас, по-моему, рубеж, по-моему, 19 век, если я правильно помню, боюсь. Ну, то есть уже туда попало, так сказать, европейское влияние. Да, да, да. Сейчас я его на всякий случай перепроверю, потому что... Да, 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 19 век, ага, как раз. Да, 19-й, начало 20-го века. О, ну, совсем уже. Да. Сусиму выиграли, Сусиму. Вот, так что... Вот такие рассуждения у нас на японском языке. Ну что, можно начинать призывать публику подписываться на ваш канал? Я думаю, что да. Философское мнение. Там же есть материалы и по японскому языку, и по японской культуре, если я вспоминаю наши предыдущие беседы, и по азербайджанскому языку и культуре, и плюс к этому сама по себе философия там есть, да. Ну и на мой канал подписывайтесь, деньги мне присылайте, все будет хорошо. Хотите, чтобы я микрофон завел, присылайте деньги, никуда не денешься. Вот такие дела. Ну, всего доброго, Машем, да? Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok